Сегодня я решил немножко такую мрачную, в чем-то очень светлую лекцию рассказать о том, как у нас используется в строительстве останки животных. И вот начать я хочу вот с этой картинки, где-то такой вот ящер изображен город, город-динозавр. Ну, заставляет картинка вспомнить Станислава Лема «Осмотр на месте» и другие произведения, где были такие вот курдли, в которых огромные животные, в которых жили люди. Почему, собственно, вспомнить хочется, что очень странная идея, казалось бы, где животные, а где жилища. Но на самом деле в процессе того, как люди занимались хозяйственной деятельностью и занимаются сейчас, у них возникали и гораздо более странные идеи, если, конечно, вдуматься в то, что нас окружает и что вообще происходит. Ну, начать стоит с самого начала, с палеолита. Вот скелет волосатого слона, мамонта. Что можно из мамонта получить? Из мамонта можно получить отличный материал для создания каркаса хижины. Вот посмотрите, какой скелет у мамонта, какое большое количество у него крупных костей. И в условиях, когда с деревом существуют большие проблемы, как это было несколько десятков тысяч лет тому назад, эти кости являются отличным подспорьем для того, чтобы что-то из них построить. В частности, можно построить вот такую хижину. Это вот у нас на территории Украины найдено, на берегу Днестра, селение Молодого. Построили ее неандертальцы, однако такие же хижины строили и кроманьонцы, и гомосапиенс, которые немножко позже пришли. Собственно, что требуется от самого мамонта? От самого мамонта требуются кости, которые образуют этот каркас, который потом покрывается шкурами. Казалось бы, совсем примитивное жилище. Однако нужно заметить, что в условиях, когда вам прежде всего хочется избавиться от холода, шкуры – это очень-очень хороший материал, особенно шкуры тех животных, которые живут в холодном климате. Они отлично приспособлены к этим температурным условиям. У них мех имеет вполне приспособленное для этого строение. Можно посмотреть, это мех оленя. Внутри большое количество воздушных камер. И вот с точки зрения строительного материаловедения, это действительно уникальный теплоизоляционный материал, поскольку воздух у нас, когда он закрыт в каких-то закрытых камерах, он является отличным теплоизолятором. Вот здесь вот как раз тот случай, когда природа сама создала такой вот материал, и люди успешно им пользуются. Причем пользуются до сих пор. Жители Крайнего Севера выращивают оленей, и вот их шкуры являются отличным теплоизоляционным материалом, которым они покрывают свои вот эти вот хижины, юрты, яранги. Суть от этого не меняется. Это, в принципе, та же самая конструкция, что была у неандертальцев, только на этот раз они все-таки используют там в качестве каркаса дерево, покрывают его шкурами. Если вам кажется, что это совсем какая-то примитивная, непонятная конструкция, давайте посмотрим на самые модные последние наши каркасные дома, которые сейчас, в частности, купольные дома, вот такие замечательные, сейчас много где строятся. По сути, что здесь изменилось? Мы, по сути, просто ту же самую конструкцию используем, только на этот раз мы заменили шкуры животных каким-то синтетическим материалом. А так, та же самая юрта, что и живут вот чукчи на Крайнем Севере, на Чукотке. Так что, если кто-то считает, что мы сильно умнее их, то я думаю, что сильно ошибается в этом плане, по крайней мере, в плане того, как нужно жить. Однако вот шкуры животных и строительство из костей мамонта – это только начало. Это только начало, потому что хочется задать вопрос, защищают ли ваш дом мертвые животные. Как вы думаете, защищают ли ваш дом мертвые животные? Ну, сразу возникает вот такая картинка, немножко такая страшноватая. Это снято где-то в Южной Азии, в Индокитае. На самом деле, у нас животные действительно наши дома защищают, но происходит это немножко не так. И ни от того они защищают, ни от злых духов, как можно подумать. Выглядит это приблизительно вот так. Кровельные материалы на основе битума. Собственно, рубероид, собственно, толь, битумная черепица. Все это, по сути, разновидности одного и того же материала. Мы просто различные листовые материалы покрываем таким веществом, как битум. И благодаря этому они приобретают гидроизоляционные свойства. И мы ими покрываем нашу крышу, чтобы они защищали нас от дождя и других неприятностей, которые могут на наш дом упасть с неба. А это, по сути, одна из самых важных задач, которую решает дом. Казалось бы, при чем здесь мертвые животные? Где они там вообще могут быть? Что это вообще за мертвые животные такие? А мертвые животные приблизительно вот такие, которые называются зооплантоном. Это различные рачки, различная мелкая беспозвоночная живность, которая живет, и даже одноклеточная, которая живет в верхнем слое водоемов, пресных водоемов, соленых водоемов. И живет он там уже не первое, не то что столетие, а даже не первый миллион лет, даже сотни миллионов лет, во многом похожие на этих создания, уже жили в толще воды. Не только жили, но и умерли. И в процессе того, как они опустились где-то на дно и разлагались их тела без участия кислорода, происходил процесс образования вещества, которое нам известно сейчас как нефть. Все эти бесчисленные крошечные живые существа умерли ради того, чтобы у нас была нефть. Ну это, конечно, немного антропоцентрические взглядные вещи, однако вот можно считать и так, если мы немножко к природе с пользовательской точки зрения подойдем. Битум, вот это вот вещество, как оно связано с нефтью? По сути своей битума это немного модифицированная нефть и есть. Тут вариантов существует как бы два. Есть природный битум, который образовался вот в недрах Земли, когда нефть с чем-то смешивалась, получалась не совсем чистой. Есть его месторождение на планете Земля. И есть битум искусственный, который получают в процессе перегонки нефти, то есть разделение ее на фракции, когда там отделяют керосин, бензин, дизельное топливо и так далее. Вот самая нижняя часть, которая даже тяжелее, чем мазут, это вот как раз и будет битум. Ну, битум используют много где, его можно не только на крыше у нас увидеть, но и под ногами. Вот посмотрите, какая замечательная картинка. Тут написано, что мы по ним ездим, по всем этим мертвым животным, которые образовали битум. Ну, прежде всего, имеется в виду асфальт, по которому ездят машины. Асфальт – это также смесь битума с какими-то неорганическими заполнителями, с мелким заполнителем, с песком, с крупным заполнителем, с щебнем и так далее. Сейчас в основном у нас асфальт приготовляют искусственным путем, то есть сознательно смешивают в четких пропорциях битум с какими-то заполнителями. Возможно, добавляют какие-то химические добавки для того, чтобы он приобрел какие-то особые свойства. Однако вот асфальт образуется и в природе. Например, на острове Тринедад существует огромное озеро, из которого практически весь 20-й век люди берут жидкий асфальт, и все это время оно не иссякает. Если вернуться вот к этой картинке, которая про автомобили, про Формулу-1, здесь можно мертвых животных увидеть не только под колесами автомобилей, но и сами автомобили во многом сделаны из останков животных. В частности, вот корпус их на каком-то каркасе находится в металлическом пластике. Пластик у нас тоже производится из нефти сейчас. Резина, во многом большая часть резины сейчас искусственного происхождения, и она тоже из нефти получается. Более того, если мы заглянем в бензобак автомобиля, то там находится еще одна фракция нефти, бензин, ну или дизельное топливо, не здесь, наверное, которое также получено из мертвых животных. Так что, как вы видите, зоопланктон – это то, без чего мы не можем обойтись. Однако это только начало. Собственно, в строительстве самыми главными животными являются ракушки. И вот если мы посмотрим на ракушку, ракушка – это такой вот останок от тех животных, которые в течение жизни покрывают себя кальцием для того, чтобы защитить. После смерти эта оболочка остается, и сразу же вспоминается такой материал, как ракушня. Это, по сути своей, слежавшиеся ракушки, которые опустились на дно многие миллионы лет тому назад, и со временем они слежались, и образовался такой уникальный для строителей материал, который позволяет делать стены, здания, очень теплыми, очень такими хорошо защищающими от каких-то акустических воздействий, ну и при этом достаточно прочные, чтобы из них что-то можно было просто построить. Однако нужно сказать, что вот как-то плохо слежавшиеся ракушки – это далеко не единственный вид известняка, который существует в природе и который используется людьми. Гораздо чаще известняки у нас более плотные образуются, образуются в том числе из таких вот ракушек, если они лежали в процессе образования под какими-то толщами в земле. Однако могли они в свое время образовываться не только из ракушек, но и из ряда других животных. Вот, например, посмотрим, есть такие замечательные животные, как мшанки. Мшанки – это маленькие животные, они в районе одного или нескольких миллиметров размером, очень похожи на коралловые полипы, но при этом они не являются им родственниками. Хотя в свое время, когда мшанок было много, они тоже устраивали целые рифы, и вот эти рифы до нас дошли именно в виде известняков мшанковых. Рядом с ними изображены еще более интересные создания – фораминиферы. Это вообще у нас одноклеточные. Вот представьте себе такие достаточно крупные одноклеточные, доли миллиметра и даже миллиметры, а в прошлом существовали те фораминиферы размером до нескольких сантиметров. И вот у них тоже есть вот такая известковая раковина. Собственно, эта раковина может легко также оседать на дно, слеживаться, с ней происходит все то же самое, что происходит и с ракушками других животных. И в связи с этим хочу показать вам то, что должно быть на любой, как говорят некоторые люди, лекции по биологии. Это геохронологическая шкала, на которой немножко можно посмотреть на то, в какие периоды времени из каких животных образовывались известняки. В частности, самый известный, это, конечно, меловой период, когда у нас то, чем пишут в школе на доске, образовывалось. Как раз там главную роль играли ракушки, останки моллюсков. Однако задолго до них, вот, мшанки, о которых я говорил еще в Палеозойскую эру, также активно образовывали рифы. А когда им на смену пришли кораллы, в свое время практически полностью вытеснив мшанок, мшанок, они в свое время чуть было не вымерли, но все равно дожили до наших дней. Вот кораллы, они тоже активно образовывали известняки, и многие известняки, которые до нас дошли, они именно кораллового происхождения. Что касается фораминифер, фораминифер, нумулитов, они много образовывали известняков, приблизительно в тот же самый меловой период и в начале Каинозойской эры. Ну, чем, что можно сказать именно о нумулитовых известняках, что самое, наверное, известное строение из природного известняка, вы наверняка его все знаете, оно построено именно из нумулитовых известняков, которые, собственно, добывали в свое время рядом непосредственно со строительством египетских пирамид. Фактически пирамиды стоят на плато, которое сложено вот этими самыми нумулитовыми известняками. Это в качестве примера того, что насколько люди не могут обойтись без ракушек и других останков животных. Но нужно сказать, что вот такое вот в лоб использование известняка – это всего лишь один из вариантов, самый простой. Со временем люди научились известнякам делать различные фокусы. Прежде всего, его термическую обработку для получения различных вяжущих веществ, научились в процессе приготовления вяжущих добавлять к нему какие-то другие вещества. Ну, простой вариант – это когда просто обжиг происходит и образуется известь. Более сложный вариант – это, наверное, буду немного банальным. Вот так вот делают портланцемент. Портланцемент – это, по большому счету, ракушки измельченные, вот эти вот древние, которые мы смешали с глиной, обожили их вместе и добавили туда еще немножко гипса. Портланцемент – это тот материал, который лежит в основе всего современного строительства. И практически вся наша цивилизация так или иначе построена на нем. И вот что такое ракушки, смешанные с глиной, можно посмотреть вот, например, на вот этом примере. Это Салтовка. Вот тут, по сути своей, она построена из ракушек, смешанных немножко с глиной. Да и вообще, если мы вот так вот посмотрим на нашу цивилизацию, то мы увидим, что мы действительно, вот то, что мы считаем, что оно что-то искусственное такое, во многом оно является продуктом переработки чего-то, что досталось нам от каких-то прошлых периодов развития нашей биосферы. И закончить я хочу видом вот такого вот замечательного здания, которое само по себе напоминает ракушку. Это Сиднейская опера. Я думаю, что оно не зря символизирует ракушку. Оно как раз построено из бетона, из материала, полученного из известняка. И можно сказать, что его форма, это во многом дань уважения всем тем животным, которые умерли для того, чтобы мы могли строить сегодня. Спасибо за внимание. А было за всю вашу бетоно-мешательскую карьеру то, что в известняке вы находите что-то страшное и неизведанное? В известняке страшное и неизведанное? Ну, я непосредственно с добычей известняка не имел дела. Страшное и неизведанное для человека, который готовит бетон, это когда в песке попадается глина. Она очень сильно изменяет свойства бетонной смеси. Вот это было самое страшное и неизведанное, потому что не знаю, что с нею делать. Спасибо за лекцию. У меня есть такие познания, что раньше во время казачества в бетон подмешивали дробленые кости. Правда ли это? Раньше, ну, во времена казачества, тут сложный такой вопрос. Дело в том, что тот период, который мы называем периодом казачества, в то время как раз у нас с вяжущими веществами была большая проблема. Ничего, по сути, сложнее извести не было. Так что, когда говорим о бетоне, мы говорим о каких-то смесях, которые на основе извести. Что касается подмешивания в бетон самых различных материалов органического происхождения, которые вот не где-то мы добыли, а вот буквально вот только что взяли то, что было. Чего туда только не пытались мешать. Кому-то казалось, что это помогает. Некоторые вещи действительно немного помогают, вот как, например, яйца и кровь. Ну, чаще всего меня когда спрашивают, а вот добавляли когда-то в бетон вот это, меня спрашивают чаще всего про яйца. Добавлять – добавляли. Однако, скажем так, эффективность того, что добавляли, весьма сомнительная. И есть гораздо больше вещей, которые можно добавить, и они действительно что-то дадут. Так. Здравствуйте. Большое спасибо за вашу лекцию. В вашей лекции вы сказали, что резину делают из нефти. А вы можете немного уточнить, как это происходит? Ну, современная резина, так или иначе, в любом случае, это речь идет об образовании искусственных полимеров из вот этих вот органических останков. Нефть – это огромная по своей сложности смесь углеводородов. Там, если вы попросите кого-то сказать химический состав нефти, вам никто не скажет, потому что там буквально сотни различных веществ, различные сложности и различные сложности между собой. нефть раскладывают на совсем простые составляющие, потом уже из этих составляющих методом полимеризации или конденсации получают различные полимеры, в том числе и такие, которые входят в состав резины. Резина, кстати, это тоже не совсем однородное в химическом плане вещество, это тоже смесь веществ. Спасибо за лекцию. А когда-нибудь использовали кости более крупных животных или их никогда не использовали в таком глобальном плане, вот как, например, маленьких одноклеточных? Смотрите, вот те кости, которые использовались когда-то давно, это было, хоть по времени оно было очень продолжительное использование этих костей, но сейчас, дело в том, что сейчас вот именно кости для строительства не используются. Тогда их использовали по той причине, что было очень мало доступно материалов, которыми эти кости можно было бы заменить. Сейчас у нас есть, по крайней мере, дерево в любом возможном количестве, тогда даже с деревом были проблемы, что во многом и из-за чего во многом и использовались эти кости. А сейчас кости, какие сейчас еще проблемы с костями, что сейчас таких крупных костей просто нет, сравнимых с костями мамонта, либо их нет, либо их очень мало. Спасибо за лекцию. Вот вы говорили в своей лекции о битуме. А существует ли сейчас материал, который мог бы быть аналогом погибкости использования в строительном деле, но который бы не предполагал использование останков живых организмов в составе этого материала? Смотрите, у нас в чем проблема? У нас основной материал для практически всех пластиков и вообще всех полимеров, они изготавливаются на основе того, что мы добываем из земли нефти. По сути своей, это вопрос вы ставите о том, чем заменить нефть в производстве полимеров. Есть некоторые очень такие достаточно интересные проекты, что из какой-то органики пытались получать полимеры, но, насколько я знаю, широкого распространения пока это не получило. Что касается резин битума, этот материал, это немного модифицированная нефть. Тут много частных вариантов решения того, чем можно заменить. Я сейчас не буду, наверное, это рассказывать. Общего, чтобы заменила битум, взяла вот так и резко, сейчас нет. Спасибо большое за доклад. Первый небольшой комментарий. Вы в своей лекции исходите из того, что нефть органического происхождения, однако существует теория абиогенного происхождения нефти, она имеет тоже достаточно большое хождение, то есть то, что животные и растения не имеют никакого отношения к нефти. Но мой вопрос не об этом, это просто как бы комментарий, а вопрос вот какой. На сегодняшний день существует еще один материал, который действительно в большом количестве существует на Земле, это хитин, хитозан, хитон и так далее. Скажите, его в строительстве каким-то образом используют на сегодняшний день? Нет, хитин в строительстве не используют, скорее всего, по той причине, что его обычно достаточно мало и добывать его сложно. Вы затронули проблему переработки. Вот вы знаете, строители, специалисты по строительному материаловедению, они часто выполняют не совсем, как сказать, не только свои прямые обязанности. Часто ставятся задачи именно от того, что что-то нужно переработать. Честно вам скажу, я проектов по использованию хитина, переработки его в виде отходов во что-то более полезное не знаю. Я с этим не сталкивался. Я не сталкивался с таким, просто не знаю, где у нас поблизости есть большие скопления вот этих мертвых жуков или из чего там этот хитин получается. Но просто какая ситуация, почему я это не знаю. Вариантов того, с чем ты столкнешься на соседнем производстве, что у них там какой отход получается и что там можно обнаружить при его химическом анализе, это каждый раз уникальная ситуация. Каждый раз ты уникально начинаешь думать, а вот это из него можно вот извлечь, и чтобы потом использовать его вместо вот, например, того-то. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!